Ребята, всем привет! Сегодня очень интересный день, потому что сегодня день металлолома. Будем ездить по мусоркам, по металлическим и искать себе что-нибудь новенькое. Такие вот дела. Машина пустая. Есть куда грузить. Будем грузить её. Значит, первая по списку у нас. Вот она. Это что, я кверх ногами снимаю? Значит, у нас здесь много чего интересного. О, это тяжелая. Я думал, легкая будет. Легкая бы мне понравилась. Так. Это вот интересно очень. Очень интересно. Тут столько всего интересного. Сегодня ржавея. Бачки. Попилино, правда, мальца. Ничего страшного. Опять сковородки. Сковородки наши все. Выбирай. Холодно. Холодно. А что делать? Надо разогреваться. Надо шаурмы какой-нибудь покушать. Шаурмы не знаю. Ну, смотря где и какой. О, казаны. Вот это вещь. Да, много всего интересного, но нужного мало. Что за времена пошли? Это надо видеть. Что-то нереальное. Параллельная реальность, по-моему. Интересно, сколько весело вот это все? Штырьки от вилки. Вот это жесть. Следующий пациент. Канистра нам не надо. Велосипеды нам надо. О, нет. Плохие. Колеса плохие. Вот эта фигня тут давно лежит. Ох, ничего себе! Слушай, это стул. Такого никогда не видел. Как её сложить теперь? Не знаю. Ты раскладывал. Вот это вещь, блин. Но я и применения не могу сделать. Даже не пытайся. Я думаю, никуда ты её не применишь. Вещь, конечно, эпичная. Взрыв. Интересно, сколько денег вот это чудо техники. Как бы целый мотоцикл. Неразбитый, неразобранный. Моцикл будем брать? Спрашивал. Десять тысяч. Но он без документов, но зато на ходу. Ставим аккумулятор и поехали. Бензин надо залить ещё. Вот такие дела. Зверь. Это что, тренажёр? Ничего себе! Я в шоке. Максимум. Так, глянь. Навороченная. Я даже таких не видел никогда в спортзал. Ходил, там попроще были. Сюда скамейка ставится, а сюда штаны. Я в зал ходил. Ты посмотри, вон 500 кило. Стойки классные. Уровень сантиметров. Может в гаражик забрать? Слушай, тут прям много всего. Моцикл будем брать, говорю, нет? Да зачем ему нужно? Там оставить? Так двигатель надо снимать. Короче, не взяли мы мотоцикл, ребята, к сожалению. А он на ходу. Хоть и без доков, но тем не менее. Для мотоцикла это нормально, в принципе. Едем дальше, короче. Следующее. Вижу уже очень центровую коляску. Сегодня нам везет. Просто божественно. Крутая тачка. Крутая тачка. Цвет необычный. Ох, все тяжелое. Ох, все тяжелое. А? Думаешь? А вот это, это выхлоп, да? Это насадка. Выхлопнул. Вот это? Вот это где? А, нет, это выхлоп. А, да тут... Не, ну... Фланец. Там еще такое что-то есть. Там еще такое что-то есть. А вот этот цвет необычный. Да возможно. Вот змеевичелло. Хочу сделать парогенератор. Парогенератор? Да. Двигатель на паровом потом делать. В костер кинул. Что-то нам сегодня на штанге везет. Тренажеры. Почему? Да? Ну вот. Уже пошло что-то потяжелее. Кубик. Кубик где-то 10 килограмм. И пару блинчиков. Ну еще пару маленьких пруточков, чтобы не отрезать, чтобы сразу были под токарку. Это когда-то был скутер у нас, наверное. Здесь как-то тоже два мотоцикла было рабочих. Было дело, да? С чем? Помнишь два мотоцикла тут было рабочих? Один помню, второй не помню. Ну или один рабочий, один нет. Четвертая, ребята. Собака порвет только на шестер. Мы же не знаем, насколько она выстреливает. Но я догадываюсь, что он у неё цепь видишь? Ну да, не дотянется. Потихоньку глянь. Жесть. Пока что ничего не могу себе подобрать. Пожнешь без воды? Да. Мне? Да мне нет, у меня нормально. Трубочки. Шовные, да? Да нет. Нешовные. Но они какие-то непонятные. Станкостенные. Вообще полированные. Кайфовые. А этот что? Сегодня целый день какие-то теплообменники. Может взять вот это? Вроде бы более-менее качественное. Там внутри змеевик, подозреваю. Это у нас что, циклон что ли? Непонятный, да? О! Ракеты начались. Это что-то авиационное, наверное, двигателя или нет? Да? Похоже. Авиационная. Красота. Лепота. Баллончик алюминиевым. Пятая приемка, самая ломовая. Что ты видишь? Сзади? А что там? Станки? Ты на пресс посмотри. Ух ты! Ничего себе! Тут всегда станки на этой приемке. Пятая приемка. Не хотели пускать сюда, ребята. Сегодня у нас подшипниковый день, оказывается. Правда, слишком они гигантские. Но роликовые. Сколько ножей можно наделать. Офигеть! Банкоматы, ребята. Сбербанк продолжается. Вот что можно найти. Может, тут и деньги даже есть где-нибудь там спрятаны. Кстати, кабель-каналы, это всё денег стоит немалых. Поворотный для ЧПУ. Вон какой хороший кабель-канал и прочее прочее прочее. Никогда такого не видел, если честно. Вот оно всё здесь. Замена старого. Видимо, она новая. Сбербанк России. Банкоматы в металлоломе. Вот и в этом всё сказано. Можно ознакомиться, так сказать, с устройством. Я так подозреваю, здесь их больше сотни. Теперь становится понятно, почему не хотели пускать сюда. То есть мы вызвали подозрение и нас не хотели пропускать. Но потом всё-таки мы уболтали. Логично. Как-то научились их дурить, что они сейчас вынуждены эти банкоматы... Да ты что? Не дурили. Как это дурить банкоматы научились? Какое возможно? А что, так можно было? ШХ-15 стали. Где? Да? Нашлась. Была утеряна она как-то одно время мною. Её бы отпилить бы кусочек. Кран пошел в металл. Кран сдали. Какие-то неутешительные дела по металлоломкам в последнее время. Ну просто совершенно ничего там нету. То ли мы зажрались уже, я не знаю. То ли действительно очень-очень мало всего. Авиационная металлоломка, на которой я много чего брал, она вообще уже закрылась там практически. Там уже давно ничего нет. И сейчас на данный момент там вообще какой-то другой хозяин, какой-то галяк постоянный. Там пустота, короче. Женя решил объезжать пробку. Короче, смотрите как. Но дороги не видно. Ну давай пробовать. Это просто дичь какая-то. Сейчас я понежу. Так, мы в Ростове объезжаем пробки. Тут кто-то скользил видишь? Ну конечно. Нифига себе тут жесть какая-то. Да, вон прям полосы черные на дороге. Я сейчас упаду на лобовик. Но-но-но. Но-но-но. Покажу как было вообще. Тут так непонятно может быть. Вроде бы видно. На камеру скорее всего этого не поймешь, не ощутишь. Нормально едем. Тут уже всё по-взрослому. Даже цены есть. Взрослые. Как в магазине. Ну да, и цены взрослые, между прочим. Калибровка та самая. Похожа, да? Слушай, кстати, это пригодилось. Тесы. Любых вариантов. Вот это мы нашли место. Магаз. Магаз. Магазин при металлоломе. Гантельки любых видов. Зубила, ключи. Телек даже вон имеется. Микроволновки. Всё рабочее, наверное, да? Движки, насосы. Лебёдка 6000. Мы такую же лебёдку, Женя, видели с тобой уже только крашеную. 6 рублей. Может перепродать? Как-то что-то. За 3 сюда привезти, да? Гиря 2500. Ну это как бы металлолом уже такой. Не бюджетный, это уже не металлолом. А витовские? Где наковальные? Где наковальные? Маленькие. 10 тысяч большая. Такую я бы взял бы. Классная вещь. Видишь, там горы металлолома, а здесь всё по полочкам уложено. Но очень дорогое всё. Чувствую себя как на барахолке. Зато коллекция велосипедов. Опять трубы толстостенные. Металлолома, ребята, интересная. Но ничего не захотелось там покупать. Что значит упорядочен? Ну зато, понимаешь? Зато, если ты знаешь такую приёмку, тебе что-то надо по хозяйству. То есть ты не готов искать и ездить. А ты... Вот нужен тебе молоток срочно. Ты пошёл, там на нём написано. 50 рублей. Ну, не знаю. Он, по-моему, в Леруа 50 рублей молоток стоит. Да, только в Леруа он из говна стоит 50 рублей. А не нормальный кованый 0,8 тюло. Ну, да. В Леруа он уже 50 не стоит. 200 рублей. Наверное, наверное. Не пускают на приёмки. Друзья, новые приёмки находим. И не хотят пускать. Ну, никак не хотят пускать. Прорежали мимо самолета, ребята, Су-27. Всё-таки не смогли не остановиться. Решил опять же сделать маленький репортаж на эту тему. Те, кто смотрел один из моих предыдущих роликов, видели, что он вот здесь вот стоял. И был весь такой страшный. Спрашивали, будут ли его красить. Покрасили. Красавчик теперь стоит на постаменте. Сделали всё в плитке здесь. Всё красиво. Поставили освещение. Вот это всё столбики освещения над лавочками. Здесь прожектора по кругу стоят. Пока что ещё не включили ничего. Ещё не так темно. Ну, в общем, так всё теперь красиво выглядит. Класс! С деревьями, правда, вопрос ещё не решённый, как я посмотрю. Но уже сдалека кажется, что они растут здесь. Пока что в норке поскладывали. Надо засыпать. Сделают. Вот как раз таки на этой высоте больше всего масштабность чувствуется. Особенно с этого ракурса, когда под ним стоишь. Видно, насколько он огромный. Ну и здесь тоже неплохой вид. На воздухозаборники, на крыло, на нос. Улов, собственно, сегодня небольшой. Вот это дело. То есть тут тонкая нержавейка. Это какой-то термос. Возможно, под какие-то камеры сгорания пойдёт. Возможно, но не точно. Внутри шпилки из нержавейки очень хорошие. То есть это то, что мне реально понравилось. Далее парочку пруточков. Хороших стальных. Неизвестной марки, к сожалению. Ну что есть. Самое главное, это ополовник из нержавейки. Вот такой. Это прям вообще царская вещь. И ещё мне понравился кубик стальной. Хотя он может оказаться ещё и чугунным. Я ещё пока что не проверял. Какая-то у него тут такая интересная поверхность. В общем, ребята, что я хочу сказать. Такое ощущение, что по металлоломкам скоро можно будет прекращать ходить. Ничего там нет. Сетевые металлоломки выкупают частные и туда уже не пускают людей. То есть там всё на камерах. Работники, они может быть и не против что-нибудь перепродать. Но так как всё под камерами, они не рискуют и просто прогоняют. Говорят, мы ничего не продаём. В общем, дело это вымирает. И видите, какие скудные уловы. Уже второй раз я пытаюсь нормальное что-то поискать, найти. Целый день мы убиваем с Евгением. Ссылку, кстати, на канал я оставлю в описании. Но ничего не получается. К сожалению, найти вот такое и больше ничего. В общем, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok